Сегодня у нас в студии известный в Украине и в Харькове человек Алексей Игоревич Муратов Он биоэнерголог, парапсихолог, физик, журналист, в конце концов целитель Алексей, скажите, почему столько много профессий у вас одного? Как вам удалось? Ну это же не моя выдумка Идешь по дороге, на которой есть всякие сгибы, повороты Но я старался идти к одной внутренней своей цели Цель, можно назвать это, конечно, громкомиссия Но оно как-то не стыкуется Физик и в то же время биоэнерголог, парапсихолог То есть точные науки и мистические на сегодняшний день для нас науки Просто что такое наука? Это научный метод Это эксперимент Это статистика тех или иных опытов Повторяемость Это научный метод Конечно, когда я становился физиком Никакой религии, никакого представления о Боге Или чем-то таком религиозном у меня не было Я был нормальный советский атеист Почти не задумываешься об этом Но от себя не уйдешь Я, если я делаю эксперимент, то я либо его делаю хорошо, либо не делаю вовсе Или не верю С физикой вы по-прежнему дружите? Я работал в таком физико-техническом институте низких температур Мы проводили совершенно конкретные исследования Связанные с луноходом Всякие такие вещи То есть это космическая лаборатория? Да, это космическая лаборатория Потому что я занимаюсь вакуумными проблемами Испытаниями техники в космосе И прочее, прочее Это обычная физика Но когда я понял, что у меня есть потолок над головой Ну, кандидат наук Не знаю, удастся добиться там доктора Зачем? Зарплата Обычная такая приманка такая Но не только И меня далеко не всегда это интересовало Ну, конечно, когда получаешь 140 рублей в месяц Стабильник Стабильник, да Стабильник Но не больше И выход в город через проходную один раз в месяц Если там в парикмахерскую нужно пойти Дело не в этом Дело... Я даже скажу такую маленькую деталь Когда мне сказали Что я буду седьмым в собственной статье Сначала директор института Потом директор КБ Потом мой руководитель И сказали Такова жизнь Ты не обойдешь ученый-солец Без этих подписей А ваша... У меня напарник был Шестая, седьмая фамилия будет Я домой пришел Так расстроился немножко Говорит, ну они же правы Взял и вычеркнул все пять фамилий сверху И естественно не прошел ученый совет И потом подал заявление по уходе И дальше начались мои вот эти вот угловатые перемещения То я работал в информационном центре То я работал в институте повышения квалификации врачей Инженером Когда возникла идея отойти от точных наук, от физики И заняться вот этими вот мистическими науками Вы знаете, я сначала не занимался мистическими науками Я пошел в журналистику Кино Телевидение И думал, что на этом с физикой закончены Но я был не прав Потому что Когда Через эти уже Мои увлечения Там, допустим Гуманитарным телевидением Я был редактором литературно-драматической редакции Харьковского телевидения Тогда было мало каналов Ну, государственные только каналы Были требованы Те советские Не выходить за рамки Да Ну, в том числе и ударение правильно ставить в эфире Сейчас этого нет Сейчас говори, что хочешь И все-таки Эта столбовая дорога Меня вела к новым экспериментам Ну, например, там я помогал Актерам, потерявшим сознание На наших спектаклях Телевизионных Ну, от перегрева, может быть Прожекторами Я их приводил в чувства Высчитал тогда По суджоку Какие-то брошюрки Которая говорила Там нажимать пальцами туда-туда-туда И увидел, что это на самом деле Что это я действительно помогаю Ну, потом целая серия разных В том числе я получил тогда диплом И оператора В советское время еще Это суджок? Нет, я просто Таких курс экстрасенсов На которых ходило 30 ненормальных женщин И некуда деньги отдавать было И развлекались И Два-три человека Которые ощущали То, о чем им говорят Люди, которые нам преподавали Очень много знали Но ничего не умели Недаром ходили слухи о том, что Подобные курсы экстрасенсов И да и сами экстрасенсы Это в принципе шарлатаны То есть это люди Которых Тогда цель забрать деньги Тогда было смягчение Это много развелось Экстрасенсов И У меня-то, пожалуй Единственный диплом Официальный Советский Под номером 2 Который Написал Реголог Работа С Этими рамками И Тогда Стали Возникать Какие-то знакомые Пришла женщина Которую моя сестра Назвала Она говорит Какая-то ведьма Она Ну такая Баба-яга Но она не Баба-яга была Она молодая женщина была И Очень Ей удавалось Лечить людей И Когда она пришла К нам В гости Я Думал Опиум для народа И Она На расстоянии Трех метров Увидела Проблемы моей жены Под Платьем Под Не раздевая ее Точное время Она могла Почку увидеть Голографически То есть Приближая к себе Поворачивая Человек-рингер Ну Можно так Круче Человек-рингер Да И Я Не мог Не поверить Этому эксперименту Потому что я знал Что это Действительно Так И Она Увидела Во мне Способности Приглашала Работать с ней Вместе Как Аккумулятор У нее Не хватало Энергии А у меня Ее было Много Ну я Конечно Отверг Это предложение Потому что Я не хотел Быть Аккумулятором Перед Между Работами Когда Мне Удалось Не удалось А пришлось Хлопнуть дверью На телевидение И Я оказался Без работы Не было Тогда Частной Компании Я На своем Запорожце Разводил Людей По городу Зарабатывая Таким образом Деньги Это тоже Было Вынужденное Изменение Специальности То есть Речь идет О 90-х Годах Да Когда Не было Работы Когда Произошел Развал Советского Союза Все Физики Научные Сотрудники Все Работали На базаре Я С какой-то Нашей Такой Родственнице Нерод Знакомый Помогал Ей Тащить На толчок Старые Вещи Для того Чтобы Ну Хлеб Есть хлеб И Мне не было Стыдно Что А чего Стыдиться Потом Когда я Стал заниматься Когда я Принял Бога Как Вершину Иерархии Кстати О Боге Вы говорите Приняли Бога То есть Атеизм Он в Советском Союзе Поощрялся Он всегда Был Люди Якобы Ни на что Намерили Но В принципе Существуют Такие моменты Когда человек Себя очень плохо Чувствовал И Надеяться было Некого Несмотря на свой Атеизм Он обращался К Богу Он у него Просил Исцеления И все остальное Возможно Даже и не зная О каком Боге идет речь Вы Какого Бога Приняли Я принял Бог Когда я понял Что Все Иерархия Управления Миром Она все-таки Это не президент И парламент Нету там Парламента У Бога Есть Своего рода Диктатура Но диктатура Добра Диктатура Любви И Эта Система Света Потом Размышляя Экспериментируя Я понял Что Есть Борьба Света С тьмой И там Тоже есть Свои Ну Называем В разных Лигах По-разному Сатанизм Или Сатана Но я понял Это объекты Которые Можно изучать И Люди Могут быть Заражены Этим Могут быть Всякие Инопланетяне Я Верю В то Что есть Потому что Я вижу Очень Многие Странности